Сегодня в программе Этнокрым. Крымчане готовятся отметить пятую годовщину Дня Возрождения Реабилитированных Народов. Мы тоже участвовали в издании Желуказа. Дерево, керамика и металл в прикладном искусстве народных умельцев Крыма. Все это ассоциируется с теплом. Каким видят мир образования, свободы и творчества участники Второго международного фестиваля молодежи и студентов МОСТ. Обучаясь здесь, иностранные студенты увезут это с собой и, естественно, это будут общественные дипломаты. Светлый праздник Пасхи уже скоро. Какие техники и украшения яиц существуют у славянских народов? Каждая писанка – это оберег. В рубрике «Лица» дирижер единственного в мире крымско-татарского театра Юнус Эннанов. А также узнаем о первых жителях Балаклавы. Когда грек спит, он знает, о чем в Керчи думает рыба. Вот здесь вот я жил в этом заведении. Здесь вот газопечка была, короче говоря. Здесь я вот спал. Ровно три года в таких условиях 75-летний Саади Акимов жил в местной мечети поселка Анна-Юрт. В 2006-м он приобрел земельный участок, но средств на строительство жилья не было. В 2017-м, получив поддержку от государства на завершение строительства индивидуального жилья, его мечта жить в собственном доме осуществилось. Мне помощь действительно очень вовремя оказали. Я сейчас этим зашкатурил кругом. Стяжку сделали, отопление сделали, на эти вещи застратили. Очень кстати, между прочим, потому что мне уже как раз в то время уже деньги не было. Ну, вовремя. Вот благодаря этим денег я заселился. Ликвидация последствий исторической несправедливости, развития национальной культуры и языка и постепенное решение проблем с землей и жильем. Вот чего долгие годы ждал крымский народ. Мною подписан указ о реабилитации крымско-татарского населения Крыма, армянского населения, немцев, греков, всех, кто пострадал во время сталинских репрессий. Весной 2014 года более 90% крымчан сделали свой выбор в пользу светлого будущего в российском Крыму. Уже в апреле были заметны первые положительные изменения. Долгожданный указ президента России о мерах по реабилитации депортированных в годы Второй мировой войны народов полуострова открыл новую страницу в жизни национальных общин Крыма. Мы тоже участвовали в издании этого указа, конечно, не в полной мере. Но вот в этом кабинете был представитель администрации президента Российской Федерации, кто, собственно говоря, и готовил этот указ. И я вам хочу сказать, наши предложения, они были небольшие, но они были учтены в этом указе. Не буду скрывать, что во времена, когда Крым был в составе Украины, как-то, знаете, немцев, да и многие другие национальные группы в подобных каких-то локальных распоряжениях, указах ставили в последнюю очередь. И когда в 2015 году я был на встрече с президентом Российской Федерации Владимировичем Путиным, мне было приятно услышать, что глава Российской Федерации сказал, что у нас нет ни малых, ни больших народов, у нас все народы равны. Сегодня в Крыму представлено 175 национальностей и десятки конфессий. В списке депортированных народов армяне, болгары, греки, немцы и итальянцы. После 2014 года они получили возможность создать свои национально-культурные автономии. Духовно реабилитировано – это самое главное. Участвуем во всех проектах, не выброшены за обочину, мы себя чувствуем, что мы есть. Мы представлены сегодня и в парламенте Крыма, и в общественной палате Российской Федерации, не только армяне, вы поняли, это уже наша ассоциация армян, болгар, греки, немцы. Есть понимание, есть видение и живем. Никаких про ущемления даже говорить не приходится. Наравне со всеми, в общем, как все, так и мы. Указ о реабилитации крымских народов позволил возвращаться русским немцам из Германии на полуостров. За последние годы, несмотря на санкции, Крым посетили десятки групп народных дипломатов, в том числе и стран Евросоюза. У нас очень хорошие отношения, широкие складываются с общественностью немецкой, с представительства народной дипломатии открыты сейчас в Германии, в Норвегии, в некоторых еще странах. Туда входят не только общественники, люди, которые жадут мира, но и представители власти, депутаты, спортсмены, представители культуры. Благодаря указу президента новую жизнь получили и памятники истории и культуры. В Бахчисарае проводятся масштабные реставрационные работы в Ханском дворце, а в Симферополе строится соборная мечеть. Также крымские народы получили государственную поддержку в средствах массовой информации. Спустя 25 лет ожидания в Симферополе открыла свои двери 44-я школа с преподаванием дисциплин на родном для крымских татар языке. В других школах республики появилась возможность реализовать указ Министерства образования России о внедрении в образовательную программу новогреческого языка как второго иностранного. Проведя мониторинг, было понятно, что очень много желающих изучать греческий, новогреческий язык. Мы прекрасно знаем, что на факультете иностранной филологии у нас находится кафедра новогреческого языка и социолингвистики, которая ежегодно выпускает по несколько десятков преподавателей, которые на сегодняшний день обеспечены работой, и детишки, их родители очень с интересом относятся к изучению новогреческого языка. Всестороннюю поддержку в проведении значимых праздников и памятных дат национальным автономиям оказывает Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма и Дом дружбы народов. Дни армянской, болгарской, греческой и немецкой культур и национальные праздники, полюбившиеся всем крымчанам, собирают на своих площадках несколько тысяч человек. Отцветание в единстве – это наш главный лозунг. То, что у нас на гербе написано, мы этому поддерживаем. Мы очень рады, что наш Крым многонациональный, это процветает. Мы очень рады. Многонациональный Крым стал ярким примером того, как огромное количество народов может дружно уживаться на небольшой территории. Вместе отмечать праздники, вместе поднимать сельское хозяйство, строить дороги, мосты, больницы. Вместе развивать родной край. Даже сегодня, если мы пройдемся по Симферополю, мы можем встретить в некоторых домах двери, которые вот таким образом были вырезаны, нарезная дверь. Конечно, раньше это было традиционно в каждом доме. Сегодня утерянный промысел, как резьба по дереву, возрождает мастер Али Бекиров. Одна из самых интересных его работ – вот эта золотая колыбель «Алтенбешик». Изделие вырезал он из дерева в соответствии с традициями крымско-татарского народа. Лично я, как и многие крымско-татарские дети, рос в такой колыбельке. Она очень удобна в использовании. Чтобы выполнить это изделие, мне потребовалось шесть видов дерева. Ручка из дуба, орнамент вырезал из березы, функцию пружины выполняют ветки финикового дерева. Ни одного гвоздя я здесь не использовал. Орнаменты этой работы выдержаны по всем правилам крымско-татарского декоративно-прикладного искусства. «Алтенбешик» – это наш символ, символ сохранения нашего наследия. Крымско-татарская посуда всегда отличалась многообразием форм. Изготавливалась она из глины, металла и дерева. На выставке можно увидеть гугумы, кувшины для воды и масла керамиста Эльдара Гусейнова. Делом своей жизни мастер считает возрождение забытого ремесла. Для меня уже это часть жизни моей, уже не представляю жизнь без керамики. Уже просыпаюсь с ней и ложусь тоже с ней. То есть работаю круглосуточно. Это очень интересный, захватывающий процесс. И Аллах сможет сил в ближайшем будущем. Буду открывать уже свою мастерскую, школу, где буду обучать наше будущее поколение. Эльдар собирает старинные технологии изготовления керамики. Сейчас изучает посуду 18 века. Знания активно применяет в работе. Мастер создал свой стиль росписи гончарных изделий. Он старается сделать так, чтобы его произведения несли положительную энергетику. Это традиционный сосуд, называется куман, с крымско-катарским орнаментом. Структура – это защита домашнего очага, видно по ветке, берегет по желанию и продолжение рода, ром с точкой. Этот сосуд называется кошкулак. Это сосуд для оттопленного масла. Вот на нем орнамент гульма-романа, называемый. Это чередование рос и сулюков, символизирующие цикличность жизни женщины и саму женщину, но и также девушку. Они выполнены в авторской технике, выработанной поисками. Благодаря поискам уже выработал свой стиль авторский. Ажурные серьги, кольца и ремни. Все эти ювелирные изделия выполнены мастером и с детом Облаевым в технике «Филигрань». Год назад он ушел из жизни, оставив потомкам богатое творческое наследие. Я смотрел и говорю, интересно, я сделаю вот это или не сделаю? Он сам себе задал этот вопрос. Не то, что он собирал где-то по крупицам, у него такого не было. Он просто, вы знаете, на вдохновение. Вот возникает что-то. Если что-то ему не нравится или оно непрочное, он отставляет в эту сторону и все. В Крыму были развиты различные виды ремесел. Мастера изготавливали одежду, посуду, украшения, ковры, оружие. Все ремесленники объединялись в цеха. А для того, чтобы быть принятым в такое сообщество, каждый мастер должен был пройти обряд посвящения реван. В 1860 году, последний раз в Крыму проводился такой обряд. К нему готовились очень основательно, очень ответственно. Нужно было пройти сначала от ученика, затем под мастерие, потом долгие годы поработать мастером, но считаться под мастерием. И только потом, если мастер видел, что ты готов, если видели мастера, которые вокруг, что твоя работа достойна того, чтобы тебя приняли в мастера, только после этого под мастерье выдвигали на звание мастера. Самое интересное, несмотря на то, что этот обряд носил исламский характер, крымские мастера, это мастера греки, мастера армяне, они точно так же проходили этот обряд реван. А этот уникальный экспонат – ритуальная кастрюля, в которой раньше готовили еду для женщины первые 40 дней после родов. Она называется Мерьем Анахазаны от имени Девы Марии. Сама роженица не готовила. Если мы обратим внимание, они были обязательно орнаментированы. Серебряные украшения, расписная керамика, деревянная мебель и другие предметы декоративно-прикладного искусства представлены на выставке «Мелодия орнамента в керамике, дереве, металле». В экспозиции представлены как работы именитых мастеров, так и начинающих художников. Выставка очень душевная, впечатление такого тепла, она не может не оставлять такой осадок в сердце. Почему? Потому что, во-первых, дерево, керамика, ювелирное искусство, металл, серебро – все это ассоциируется с теплом. Поэтому приходите больше, посещайте своих детей в этом. Старайтесь, чтобы ваши дети развивались в этом русле. Не важно, что ребенок завтра не будет художником. Каждый человек, получивший художественное образование, человек, который понимает хотя бы основы декоративно-прикладные, этот человек, он в принципе не может быть завтра поверхностным человеком. Этот человек, где бы он ни проявлялся, и в чем бы он ни проявлялся, будет человеком идающимся. Окунуться в многовековую историю можно в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. Выставка продлится три месяца. Мы строим мост – мир образования, свободы и творчества. Под таким лозунгом в Симферополе прошел второй международный фестиваль молодежи и студентов «Мост». Мероприятие способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, уверены организаторы. Цель фестиваля в том, чтобы показать иностранным студентам, при той всей санкционной прессе, которая оказывается на Крыму, информационной войне, показать всю палитру межнациональной дружбы в Крыму о том, насколько богат Крым культурой разных народов. И обучаясь здесь, иностранные студенты увезут это с собой. И, естественно, это будут общественные дипломаты. И это фестиваль в рамках молодежной дипломатии. Индия, Палестина, Иордания, Зимбабве, Нигерия, Узбекистан. Представители этих и других стран стали участниками молодежного фестиваля. Вончул Рана – студент из Индии. Здесь под руководством опытного мастера он научился изготавливать куклу-мотанку – древнейший символ славянской культуры. Сегодня я научился делать маленьких кукол, которые являются еще и оберегом. Мне очень понравилось. У меня есть младшая сестра, которой я подарю одну из них. И планирую такие куклы привезти всем родственникам в Индии. Тем более, это напоминание о России, и мне это очень дорого. Ольга Волокитина занимается изготовлением кукол почти всю свою жизнь. Мастер уверена, что этому искусству может научиться любой желающий. Сегодня мы с нашими друзьями делали такую вот куколку, называется «Отдарок за подарок». Она рождена русскими традициями «Отдариваться за дары». Детки в возрасте двух, трех, четырех лет учились делать такие куколки в знак благодарности своим родителям и другим родственникам, которые им преподносили дары. Девочка и мальчик делали эти куколки. Девочка последнюю такую куколку свою делала, ну уже возрослев, перед замужеством, для своего свекра и свекрови, также в знак благодарности за подарок к свадьбе. Но не только с русскими традициями можно было познакомиться на фестивале. Иностранные студенты проводили мастер-классы по плетению афрокосичек, росписи хной и даже по народным индийским танцам. Очень сильно интересно, так как в детстве постоянно все смотрели индийские танцы, и всем было интересно, как же они так быстро передвигаются. Ну, конечно, очень быстро так мы не научимся. И как рассказала нам девушка, что они каждый день по два часа сидят в позе на низких коленах, и чтобы у них была выворотность. И каждый день они занимаются танцами, так как их учат это с самого рождения, и это очень большой труд. И мне кажется, что так быстро мы не научимся, но очень интересно. Кульминацией фестиваля стала колоритная концертная программа. Сегодня у нас участвуют университеты, международный университет, университет правосудия, студенческие коллективы, также национальная культурная автономия наши, крымские. Сегодня будут представлены культуры международных национальностей. В общем, весь колорит национальный сегодня у нас будет на сцене. Ярко и красочно участники фестиваля представили культурные традиции народов мира. Далее в программе. Светлый праздник Пасхи уже скоро. Какие техники и украшения яиц существуют у славянских народов? Каждая писанка – это оберег. В рубрике «Лица» – дирижер единственного в мире крымско-татарского театра Юнус Эннанов. Слушать музыку, музыку еще раз музыка. А также узнаем о первых жителях Балаклавы. Когда грек спит, он знает, о чем в Керчи думает рыба. Все, что есть, полностью и бесповоротно. С таким названием в библиотеке имени Франко открылась совместная выставка Эльзары Юсуфовой и Евгении Баглай, в которой представлено 25 работ. Все работы уникальны и пропитаны любовью Крыму. В этой экспозиции Эльзара Юсуфова выделяет одну наиболее значимую для нее работу – образ крымской девушки. Главным источником вдохновения в написании картины стала ее сестра Эльнара, которая увлекается национальными танцами и вышивкой крымских татар. Я видела с детства крымск-татарские костюмы. Она занимается вышивкой и в то же время стилизует крымск-татарский костюм. Ну, как бы я, можно сказать, тоже вдохновилась теми ее работами. И тоже цветовой гармой, да, как бы такая вот пастельная, ну, как бы минимум цвета, просто оттенки одного цвета. Я занимаюсь костюмами, вышиваю национальные платья и вот чувствую некую взаимосвязь. Она вдохновилась мной, я вдохновилась ей, и она создала эту картину, а я создала костюм. Эльзара пишет в основном пейзажи и натюрморты в технике – абстрактная живопись. Художница рассказывает, что в основе творчества находится ее внутренний мир – способность взаимодействовать с природой, жизнью, самим собой. Линдерная живопись и смысл ее в том, что ты, как бы, захватываешь состояние природы. То есть в основном тут изображена природа, море, скалы, несколько вечерних натюрмортов, то есть цветы и пара абстракций, что вот за мной. Ты полностью отдаешься этому времени суток, в котором находишься. То есть либо это утро, либо это, ну, как бы рассвет, закат. И схватываешь состояние момента, то есть тот же свет, те же лучи, которые освещают землю, море, ту же архитектуру красивую. На выставке представлены работы последних трех лет. Это натюрморты, этника, пленэрная и абстрактная живопись. Для создания этих работ Эльзара и Евгения ездили на пленэр в западную часть Крыма, где им посчастливилось видеть море в разных его настроениях. Именно это вдохновило молодых художниц. Евгения Баглай для написания своих работ совмещает несколько техник, пытается экспериментировать с различными материалами. Вот, например, эти работы она написала акрилом на обычном ДСП и украсила гибким неоном. Вся серия посвящена Крымским горам. Как по мне, это такая стихия природы. Ну, они величественны, то есть их покорять сложно, но при этом для людей многие горы, они остаются неизведанными. И люди там находят для себя силы, вдохновение, подпитываются энергией. Я не знаю, поэтому вот так просто горы, скалы. В экспозиции представлено 11 работ Эльзары Юсуфовой и 14 Евгении Баглай. Идея молодых художниц проста – познакомить зрителей со своим творчеством. Мы давно ждали эту выставку. И придя сюда, я попал в эту атмосферу. Здесь передается та тонкость их души и настроение. И это очень заметно в самих картинах. И поскольку я их знаю достаточно давно, поэтому в каждой картине можно увидеть частичку Эльзары и Евгении. У начинающих художниц еще много планов и идей. Ну, а мы будем следить за их реализацией. Выставка «Все, что есть» полностью и бесповоротно продлится до 8 мая. Юнус Энанов – представитель одной из самых сложных в музыкальной сфере профессии – дирижер. Более 20 лет он бессменно руководит единственным в мире крымско-татарским оркестром. 16 апреля в честь 55-летнего юбилея заслуженного артиста Республики Крым состоялся творческий вечер «Мелодия жизни». Наш Юнус Энановерч очень любит, и сколько вот его помню, он всегда поет песню «Есть только миг между прошлым и будущим». Так вот, эта песня является мелодией жизни нашего Юнус Энановерча. И она стала литмотивом нашего концерта. Звучание оркестра просто волшебное. То есть, не придрёшься ни к одному инструменту, настолько всё в гармонии. И, конечно, это большой вклад Юнус Бея. Это человек, который умеет руководить и который в первую очередь умеет работать над собой. Только такие люди могут управлять коллективами, потому что на самом деле оркестр – это действительно очень сложный коллектив. Профессия дирижер – одна из самых ответственных. Маэстро отвечает за качество звучания и слаженность работы команды. От его профессионализма зависит успех всего выступления. Что должен знать и уметь хороший дирижер? Хороший дирижер должен, естественно, быть профессионалом своего дела. Музыкантом, психологом, педагогом. В общем, всё то, что помогает дирижеру руководить вот таким большим коллективом. Как вы настраиваете свой коллектив перед концертом? Ну, естественно, не расслабляться, естественно, юмора, естественно, сосредоточить, но и потихоньку набрать обороты. Беру произведение, которое, допустим, сегодня исполняется, беру его медленно, потом чуть быстрее, то есть ввожу их в состояние уже такой полной боевой готовности, в хорошем смысле слова, для музыканта. То есть создаю им комфорт и настроение. Ну, они уже, в конце концов, вы сейчас слышали, отвечают мне взаимностями. Юнус Энанов родился в интеллигентной семье. Его отец – инженер-механик, а мать – медик. Однако, как и в любой крымско-татарской семье, не обошлось без музыки. Когда он еще был маленький, я его на этот путь поставил, и он пошел по этому пути. Потому что я сам музыкант, играл на свадьбах, я его наставил на этот путь. Он пошел по этому пути, закончил Московскую консерваторию. И вот в данное время вы сами видите, вот такой у меня средний сын. Я Юнуса знаю с детства, знаю эту семью, знаю отца, знаю дедушку. Все они музыкальные, всегда играли на свадьбах, по соседству, очень много лет. Я так радуюсь за него, что он такой, ну, действительно маэстро. По словам самого дирижера, становиться на путь этой непростой профессии он не планировал. Хотел лишь стать артистом оркестра и играть на своем любимом инструменте – скрипке. Ой, я скрипку обожаю. Я на скрипке заканчивал музыкальную школу. Волторно – это уже мой второстепенный инструмент, училище и консерватория. Ну и посередине как-то вот дирижирование оказалось. И я думаю, я совместил и скрипичную группу, и медную группу, и дирижальную группу. В общем, все в комплексе дало тот результат, который вы сегодня слышите. Репертуар крымско-татарского оркестра широк и многообразен. Музыканты мастерски исполняют и классику, и рок, и, конечно же, произведения крымско-татарских композиторов. Благодаря виртуозной игре оркестра в зале крымско-татарского музыкального театра всегда аншлаг. Я стараюсь вообще воспитывать себя так, что часто очень посещаю такие культурные мероприятия. Тем более, что этот концерт посвящен такому маэстро. И, конечно, я считаю, что молодежи необходимо посещать концерты, спектакли. Тем более, что 2019 год – это год театров. Поэтому мы все коллективно вместе, молодежь, активно и позитивно посещаем мероприятия. Энергичный и экстравагантный Юнус Инанов заряжает своей эмоциональностью и жизнерадостностью каждого, кто однажды побывал на его концерте. Многие из нас с детства помнят процесс создания писанок. Мы сначала их варили, потом разукрашивали, играли с ними, ну а потом ели. И предлагаю вам поближе познакомиться с процессом создания. А поможет нам в этом Ольга. Здравствуйте, Ольга. Расскажите, с какими материалами вы работаете и как вообще проходит процесс работы. Для того, чтобы создать писанку, первое, что нам требуется, это, естественно, яйцо. Оно может быть куриное. Они могут быть и желтенькие, и беленькие. Или визуально уже пустое, то есть не вареное яйцо. Нет, оно не вареное. Можно делать писанку на сыром яйце, так называемую живую писанку. Потом она особым образом высушивается. Для того, чтобы создать писанку, нам требуется специальный инструмент. Сейчас я вас с ним познакомлю. Этот инструмент называется писачок. Взор наносится на яйцо с помощью писачка воском. Это пчелиный воск. Он самый обыкновенный. Очень важно не использовать при создании писанки парафин, потому что парафин горит, и парафин пропускает воду. Мы делаем маленький кусочек, лепим из воска и кладем его в чашу писачка. Писачок прогревается не в внутри свечи, а над свечой. И после этого можно на салфеточке попробовать. Видите, течет воск. Расскажите, откуда пошла традиция раскрашивать яйца к Пасхе? Из глубины веков. Это не христианская традиция. Она появилась задолго до появления христианства. Она сохранилась в очень многих культурах. И восточнославянских, и западнославянских. И в России она распространена. Потому что если мы будем ездить по некоторым регионам России, то очень много найдем разных видов писанок. Какое значение имеют символы и цвета? Красный цвет энергии, синий цвет воды, желтый цвет золота и цвет солнечного света. Каждый делает крашенку того цвета, чего он себе желает. Всегда в процессе создания от души приходит что-то свое. И всегда писанка, каждая она индивидуальна. Даже если попробовать создать две одинаковые, это не получится. А влияет ли ваше настроение на создание? Да, влияет однозначно. Я когда провожу занятия по писанкарству, я всегда людям рассказываю, что не садитесь творить писанку в плохом настроении. Потому что вот это все плохое настроение, оно перейдет на этот предмет, оно в нем останется. И это будет не очень хорошая энергетика у этого предмета. Каждая писанка – это оберег. У вас есть три баночки. Что в каждой баночке? В первой баночке уксус. Он нужен для очищения. В двух других баночках краска. Я сегодня взяла немного красителя. Я взяла красный, желтый, самый распространенный. Это обычный пищевой краситель, который мы используем на Пасху для создания крашенок. Писанки никогда не ели. Писанки нельзя есть, это оберег. То есть это сакральный предмет. А крашенки вот чем отличаются? А крашенки – это вареные яйца. Я чуть-чуть отвлекусь. Я очистила его. Теперь на него будет хорошо ложиться краска. И я его покрашу в желтенький цвет. То есть, как я уже говорила, достаточно всего несколько секунд. Мы пишем воском по писанке. И то, что покрыто воском, оно останется того цвета, какого цвета сейчас яйцо в данный момент. Потому что воск не пропустит воду, а у нас краска на водной основе. Покрасятся только места, не закрытые воском. Это вся суть технологии и секрета создания писанки. Расскажите, как вы этому обучились? Для меня это скорее такой вид арт-терапии. Да. Да. Потому что само занятие, оно очень медитативное. Потому что горит свеча, мы чувствуем запах воска. Вот вы, я думаю, чувствуете, когда он нагревается. Очень приятно он пахнет. Так, я покрыла, вот здесь вот нарисовала, желтым цветом. Вот такую вот ружу. И сейчас я ее покрашу в красный цвет. Сейчас вы увидите, что то, что покрыто воском, оно не прокрасится. Вот это самая древняя технология создания писанки. Она задолго до средневековья появилась. Расскажите, как создать собственный узор или какие-то пожелания, возможно, через писанку передать? Нужно писать от души с мыслями о том, что ты желаешь человеку. И это уже какой-то волшебный, невероятный предмет, потому что это, казалось бы, обычное яйцо. Человек, который не видел сам процесс создания, он не понимает, а как вообще получилось вот так вот нанести, потому что краской же так не нарисуешь. Вот писанка готова, что она может рассказать об объектах? Что она может рассказать? Ну, у нас было не очень много цветов. Да, и древние. Сделайте мне подважку. Любые геометрические фигуры, а у вас здесь геометрические фигуры, прямоугольники, это поля. Поля могут быть как чистые, так и вспаханные. Это покрытые полосочками. Вот у меня здесь вспаханные поля. А у вас поля засеянные. Это значит, вот участки вашей жизни, в них уже посажены семена, вы уже много вложили своей деятельностью, скажем так, смысл своей жизни, и уже скоро будут какие-то росточки. Из каких соображений вы бы не красили пасхальное яйцо? Оно всегда принесет в ваш дом уют, наполнит ваш дом праздником. Спасибо вам большое, Ольга, за то, что показали, как правильно подходить к пасхальному яйцу и как проходит процесс создания писанки. Спасибо. Спасибо вам большое. Еще недавно этот город считался важным стратегическим военным объектом, и заехать сюда можно было только по пропускам. Сегодня Балаклава – любимое место отдыха жителей и гостей республики. Город, сохранивший историю длиной в несколько тысячелетий. Историки утверждают, что поселение вокруг этой уникальной бухты было основано более двух с половиной тысяч лет назад. Многие антиковеды считают, что первое упоминание о Балаклаве можно встретить в поэме «Одиссея». По версии Гомера, город принадлежал кровожадным листригонам и назывался Ламос. Историк Страбон в своих очерках также описывал эту местность, называя ее символом Лимин – сигнальная бухта. До первого века нашей эры здесь жили тавры, потом и римляне, греки и гуны. В VII веке на этом месте располагался византийский поселок Ямболи. А в XIV веке прекрасную Крымскую бухту облюбовали и генуэзцы. Фрагменты известных башен Чимбала сохранились до наших дней. В XV веке земли Балаклавы стали принадлежать Османской империи. Правда, уже в первой половине XVII столетия поселение было отвоевано запорожскими казаками. А когда Крымский полуостров перешел во владение Российской империей, императрица Екатерина Великая поселила здесь солдат и офицеров греческого пехотного батальона, основанного в Керчи в 1779 году. Это были греки, которые больше воевали, чем занимались тем, чем они занимались на родине. Но одновременно их корни давали о себе знать. У них в крови было рыболовство, садоводство, виноградарство. И все это они могли применить на этой прекрасной новой родине, которая им дала кровь после всех ужасов, которые они пережили во время войны, которая согнала их с их коренной родины. Этот регулярный полк был образован большей частью из греков, служивших русским в архипелаге. По царской милости им дали земли, жалования, провиант, на которые было назначено 72 тысячи рублей. В мирное время их служба была нетрудная, ограничивалась караулами, дозорами при случайных беспорядках и пикетами для охраны южного побережья. Так описывал жители Балаклавы после своего путешествия по Крыму немецкий и русский ученый-энциклопедист Петр Палас, а саму Балаклаву он называл «совершенно греческим городом». Своими впечатлениями о греках Балаклавы охотно делилась и Элизабет Крэйвин. Во время пребывания в Карасу-Базаре английская писательница познакомилась с командиром греческого пехотного полка Константином Чапони, который предложил ей погостить у них в городе. Вернувшись в Лондон, Элизабет Крэйвин выпустила в 1789 году книгу «Путешествие через Крым в Константинополь», где написала «Ружья у солдат разного производства. Одеты они кто во что гораст. Восточные и итальянские сабли и пистолеты удивительного вида засунуты за пояса. Одни воины были в шляпах, другие – в шапках, третьи – в касках. Константин Чапони, их полковник, просил передать мне, что его солдаты внимательные, ловкие, изобретательные и храбрые люди. Тамошний пост военачальника очень важен, и поэтому Григорий был назначен сюда как храбрый и умелый командир». Греки всей своей душой защищали Балаклаву. Особенно появилось их мужество, самоотверженность во время Крымской войны, когда греческий батальон в очень маленьком количестве защищал Балаклаву от англичан. Погибло немало греков, их жены становились на их места, защищая также Балаклаву. С историей Балаклавы связана и амазонская рота императрицы Екатерины II. Специальное женское подразделение русской армии было основано в апреле 1787 года по приказу Григория Потемкина. Всего в роте числилось 100 человек. Состояла она из жен, сестер и дочерей греков Балаклавского пехотного батальона, а создали подразделение специально для встречи императрицы и ее сопровождения во время путешествия по Крыму. Греческий батальон был расформирован в 1859 году. Те, кто пожелал нести военную службу, были переведены в другие регулярные полки. Часть семи основали новые или переехали в старые греческие поселения близ Севастополя и Бахчисарая. Некоторые остались жить в Балаклаве и ее окрестностях. Когда война была окончена, греческий батальон был распущен, но грекам было даровано право остаться в Балаклаве и заниматься тем, что им было по крови дано. Очень нравилось это садоводство, виноградарство, рыболовство. Греки говорили, что когда грек спит, он знает, о чем в Керчи думает рыба. Промышленность и сельское хозяйство поднялось в 18-19 веке на высокий уровень благодаря греческому народу, который получил здесь вторую родину. Семья Михайли – прямые потомки балаклавских греков, служивших в рядах греческого батальона. Сегодня Наталья и Игорь живут в Севастополе, но часто приезжают в любимый греческий город. Здесь их корни. А набережную Крымского курорта по сей день украшает родовое гнездо их родственника, известного в прошлом градоначальника Михайли. Этот дом был построен одним из первых здесь, а бы показав всем остальным начать строительство домов с этой стороны. Раньше были дома с той стороны, он первый построил с этой стороны, и дома пошли уже в ту сторону строиться. Дети, которые рождались в этом доме, впоследствии были офицерами российского флота и распределены по кораблям. Сначала здесь была Клаве, потом на Балтике. Они дослужились до высоких чинов. Один из них там был адмиралом. Отец, допустим, мой воевал во время Второй мировой войны. Конечно, сюда он уже не попал. Их депортировали. Сюда он попал только в 65-м году. Приехав сюда, он очень хотел посмотреть родной дом. Конечно, сюда не пустили, так как здесь была воинская часть. Вход был запрещен. Но издалека можно было разглядеть. Сегодня дом полностью реставрирован. И несмотря на то, что является культурным и историческим памятником города, находится в частном владении. К нашему счастью, это не единственное архитектурное наследие, которое в прошлом принадлежало грекам Балаклавы и сохранилось до наших дней. В этом городе жили достойнейшие представители греческого народа, которые всецело посвятили свою жизнь развитию и процветанию Балаклавы. Балаклава – это настоящее украшение Крымской республики. Город, овеянный тайнами прошлого. И таких мест у нас на полуострове очень много. Знакомьтесь с историей культуры многонационального полуострова каждую неделю вместе с нами в программе «Этнокрым». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok